Доброе утро, друзья мои! Вторник, 30 декабря. Все ближе и ближе он. Новый год. Пора прощения просить и долги отдавать, чтобы все подряд в Новый год с собой не тащить. Поэтому сегодня доделываем все дела и быстренько так переходим к анонсику. Ольга Орлова украсит новогодний стол съедобными часами. Эти шарики можно разложить по кругу в виде цифр и получатся настоящие часы. Посмотрим, как дети требуют у Деда Мороза колбасу вместо конфет. День рождения на носу! Испекли мы... Колбасу! Споем и станцуем вместе с овощами. Узнаем, кого любит Владимир Кшуманев. Оказывается, я вас два года уже люблю. Поймем, зачем наматывать проволоку на елку. Ну, чтобы девочка была красивая такая. И наградим победителя интернет-конкурса с ветерком. Ибо роллы стынут. Ну, или нагреваются. Кто какие предпочитает. Но сначала зарядка. Доброе утро. С вами спортивный клуб Манго. Меня зовут Людмила. И сегодня мы сделаем тренировку и серию функционального тренинга. Мы начнем с обычных классических выпадов. Справа ноги назад. И слева ноги назад. Старайтесь во время выпадов держать угол колену встал в 90 градусов. Вес тела старайтесь давить только на пятку. И делаем шаг назад. Дальше мы сделаем небольшой вариант. Сделаем шаг назад. Колено. Выпад. Все вновь. Так. Выпад. Колено. Шаг. Вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще один вариант выпадов. И добавляем приседания с поворотом. Возвращаемся обратно. Выпад. Раз. Два. Три. Четыре. Верно. Раз. Два. Чтобы немножко увеличить нагрузку, мы делаем во время приседания касание пола. Раз. Каснулись. Два. Три. Четыре. Старайтесь, когда вы садитесь, опускать плечи максимально вниз. Это тем самым позволит растянуть ягодичные мышцы и больше включить их в работу. Два. И мы попробуем все соединить. Первое у нас было начало. Это колено. Левая нога. Раз. Два. Три. И второй вариант это приседания с поворотом касания пола. Еще раз. Два. Три. Последний раз повторимся вместе. Раз. Два. Три. На место. Шаг. Колено. И поворот. Выпад. Касание. Последний левый. Раз. Два. Три. Есть. Растянем переднюю поверхность бедра обязательно после выпада. И так же переход на заднюю поверхность. В наклоне. Животом стараемся дотянуться. И может добавить немножко руку потянуться. Тем самым увеличите растяжение. Меняем ноги. Левая. С выдохом пятку прижимаем. Колено смотрит вниз. Выпрямляем. И потянули. Снова заднюю поверхность бедра. Добавьте руку противоположную. Потянули. И в складочки. В конце. С выдохом. Круглая спина наверх. Сделаем хороший вдох. В конце. Выдох. Ну а всем удачного дня. До новых встреч. Увидимся. Пока. Ольга Орлова предлагает нам сегодня приготовить закусочные шарики, когда часы 12 бьют. На мой взгляд, когда часы 12 бьют, готовить уже поздновато. Не успел накромсать салатик? Все. Сиди голодным. А как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так что, товарищи, готовьте заранее. Лучше, когда часы 11 бьют, а может быть и того раньше. Будем считать, что сегодняшняя закуска имеет условное название. Завтракаем вместе с Ольгой Орловой. Доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами приготовим закусочные шарики, когда часы 12 бьют. Для шариков нам потребуется 200 граммов маринованных шампиньонов, 1 отварной куриный окорочок, 100 граммов плавленого сыра, 50 граммов грецких орехов, соль, перец, чеснок, зелень, майонез. Готовим. Сыр трем на мелкой терке. Если сыр мягкий, то его просто выкладываем из формы. Окорочок мелко режем. Так же поступаем с грибами. Выдавливаем чеснок. Солим. Перчим. Добавляем майонез. Орехи измельчаем. Всё тщательно перемешиваем. Катаем шарики. Часть из них покрываем измельченным укропом. Как разложить эти шарики, это уже ваше дело. Но сначала запишите ингредиенты. Для шариков нам потребуется 200 граммов маринованных шампиньонов, 1 отварной куриный окорочок, 100 граммов плавленого сыра, 50 граммов грецких орехов, соль, перец, чеснок, зелень, майонез. Думаю, эти шарики можно разложить по кругу, в виде цифр, и получатся настоящие часы. Рецепт ищите на сайте trkz.ru На страничке программы Доброе утро Заречный в рубрике Завтракаем вместе. Приятного аппетита! Как известно, самая лучшая работа у Деда Мороза. Всего раз в год выходишь, конфеток завались, детки активно любят. Ну, в общем, красота, что и говорить. Но давайте присмотримся к этой специальности повнимательнее. Работаешь ночью. Таскаешь на спине тяжеленный мешок. Еще и внучку нужно контролировать, которую почему-то так и норовят все время украсть или куда-то утащить. Да еще и поздравить нужно все непременно всех. Иначе обиды, слезы, спорченный праздник, в общем, катастрофа. А ведь в некоторые, так сказать, труднодоступные места еще и попробуй доберись. Короче, героям Ледяного фронта посвящается следующий сюжет. Я хочу куклу. Какую? Большую. Думаешь, принеся? Угу. Потому что Дедушка Мороз всегда выполняет детские желания. Игрушку принести – это полбеды. Вы попробуйте проникнуть в детское отделение больницы с полным мешком вредных сладостей. Наш волшебник смог. Да еще умудрился заставить вокруг елочки ходить не только детей, но и врачей с медсестрами. В хороводе все равны. Уродилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. Впрочем, Дедушка еще и оказался мастером загадки загадывать. Причем непростые, с подвохом. Ну-ка, ну-ка, постарайтесь. День рождения на носу. И спекли мы... Колбасу. А что мечтает, то есть будет говорить. Колбасы в заветном мешочке не было. Зря кричали. Зато сладостей, шоколадок и конфет хватило всем. Только условия выдачи лакомства никто не отменял. Стишок. Вот она, суровая плата. Дед Мороз, Дед Мороз, я голубая шапка, тетюбаном пинем. Наверное, шапка. Подростки, конечно, стеснялись. В 13 лет про елочку с иголочками уже не читают. Но немного погодя, все-таки подходили к дедушке. Наверное, шоколадку хотели. Или чудо новогоднего ждали. Ну так, просто. Немножко они смущены. Так же, как и у взрослых, все равно смущение есть. Вот. А так они рады. Они рады встрече Нового года. Пусть они оказываются здесь, в стенах больницы. Но это для профилактики. Они вылечат спереди каникулы. Это их ободряет, в общем-то. И, в общем-то, я думаю, что у них все будет хорошо. А Дед Мороз еще обязательно к ним приедет. Положит под елочку заветный кулечек. И сразу исчезнет. Для больших и маленьких в больнице или дома чудо обязательно должно произойти. Даже если тебе уже 13. Кстати, мальчика, который читает стихотворение про мешок, в котором зябка, зовут Миша. И на Новый год он хочет себе вот такого вот. Вот такого вот плюшевого мишку. Так что, Дедушка Мороз, если ты меня сейчас видишь, прими к сведению. А мы пока переместимся в детскую школу искусств. Кодовое название «Грядка». Об овощных страстях поведает Алина Храмова. Это не новогодняя сказка. Это просто наш новогодний подарок для зрителей. Вот премьера к Новому году. Откроем вам небольшой секрет. Спектакль «Чаполино» уже шел некогда на сцене детской школы искусств. Но актеры вырастают. И костюмчики становятся маловаты. А времени для того, чтобы вводить новых актеров, не хватает. Так сказка исчезла из афиш. Но вот настал тот подходящий момент, чтобы восстановить старую добрую историю. И хотя в руках уже был готовый сценарий, Елена Николаевна решила добавить маленькую изюминку в спектакль. «Ввели мы одну сцену, которой нет в сказке, И которая была специально придумана для этого спектакля. Это сцена с пауком. Вообще в произведении такого персонажа нет. У нас специально сделана сцена с пауком. Зрителям это очень нравится. Отрицательный паук – это получилось у нас любимое действующее лицо». А главная роль – это, конечно же, Чиполина. Ее исполняла юная учащаяся детского музыкального театра «Зазеркалье» Лиза Глушкова. «Очень талантливая девочка. Я очень ей довольна. Тот, кто увидит ее в представлении, убедится в этом сам. Дело в том, что за какую бы роль эта девочка ни бралась, все у нее получается удачно. Молодец. И танцует, и поет пластично, энергично. В общем, молодец. Самой большой сложностью для режиссера было собрать всех артистов вместе, а участвует в спектакле больше десятка людей. Это и учащиеся детской школы искусств, и преподаватели. Получается, количество действующих лиц очень большое, а репетиции очень мало совпадали. У нас очень мало было репетиций вместе. Вот это была проблема. Кроме того, взрастные роли у нас играют педагоги, которые тоже заняты на уроках, и тоже собраться вместе на репетицию – было проблемой. И несмотря на то, что общих репетиций было очень мало, спектакль сложился, и теперь детская школа искусств собирает полные залы зрителей. Сказка получилась очень милой и доброй, несмотря на обилие отрицательных героев. А может быть, и благодаря этому? ПЕСНЯ Дорогие друзья, если вы не успели посмотреть этот спектакль, то приходите всей семьей 9 января в детскую школу искусств. Хочу пригласить тех, кто захочет прийти на наш спектакль 9 числа. В 11 часов будет представление. Пожалуйста, приходите все, будет благотворительный спектакль. И нам очень хочется, чтобы были зрители в зале, потому что детей на сцене будет очень много. Хотелось бы, чтобы зрителей тоже было достаточно. ПЕСНЯ Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Возможен снег. Атмосферное давление 739 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем – минус 10, минус 12, ночью – 16-18 градусов мороза. У нас сегодня необычайно праздничное утро. Мы поздравляем победительницу конкурса «Свитерком» от сайта городзет.инфо. Нелли Денисово. Нелли, а доброе утро! А доброе утро! Расскажите, как же вас так судьба занесла на дискотеку в наше время? Я люблю дискотеку. Всегда ходила и работала раньше в кафе «Пингвин». У нас всегда проводились дискотеки. Поэтому я в этом году решила пойти на дискотеку. То есть вы пришли на дискотеку, увидели мотороллеры, решили, что нужно сфотографироваться? Смотрю, все фотографируются. Хотелось тоже сфотографироваться. Потом на сайте фотографии выложили. Все фотографии выложили. Потом смотрю, я тоже там есть. Согласилась на конкурс. Начали мои друзья голосовать за меня. А вы как-то их агитировали? Голосуете за меня? Нет, они увидели мою фотографию и потом уже начали спрашивать, ты где была и что там, куда заходить, за тебя голосовать. И раз так друг к подружке, друг к подружке пошло. И, в общем, так вот я и выиграла. А как дискотека сама прошла? Расскажите. Очень интересно. Большое спасибо всем, кто это организовывал. Все конкурсы были очень интересные. Вот с этим мотоциклом очень оригинально они выдумали. Ну, в общем, мне очень понравилось. Мне кажется, не только мне, всем нашим жителям нашего города. Очень много было моих знакомых там. Мороженым угощали. То есть скушали мороженое? Скушали мороженое, потанцевали, все вспомнили те годы. Ну, в общем, очень, в общем, хорошо. Спасибо большое, огромное. Я переживала за мороженое, продавала, поэтому думаю, хоть кто-то... Всем досталось, всем мороженое. Всем досталось. Слава Богу, я же прям распереживалась. Всем досталось. Ну, на самом деле, вам досталось не только мороженое, вам еще и суши грядут на тысячу рублей от ЕС Пиццы. Вообще, как к суши относитесь? Сейчас уже модно стало как бы суши. И много моих друзей, подруг, сами делают суши, угощаем друг друга. В общем, нормально я отношусь с суши. Кушаю, то есть постоянно, можно сказать, уже с суши. Возьмите компанию с собой. Обязательно, обязательно. Друзей приглашу, которые за меня голосовали. Поедем все вместе. Я думаю, тут даже 3 тысячи не хватит, потому что за вас, по-моему, 71 участник пригласовался. Я не ошибаюсь. Ну, как бы да, придется, я так думаю, усиленно кормить их суши. Поедем, поедем с друзьями. Так, я вручаю вам подарочный сертификат от компании Пицца ЕС и сотрудников нашего сайта городзе.инфо. Они, кстати, очень за вас тоже все болели, очень рады. Спасибо, всем спасибо огромное. Пожалуйста, угощайтесь, пробуйте разные суши. И не только на завтрак, но и обед, и на ужин. И встречайтесь. Спасибо. Приходите к нам еще в гости. Хорошо, спасибо. Все с наступающим Новым Годом. Здоровья, благополучия и любви. Спасибо. Ой, какое замечательное поздравление. Ну, вот на этой прекрасной ноте мы переходим к гороскопу. Овен. У вас обострится предчувствие праздника. Возможно, вы вспомните, что не подготовили подарки друзьям. Отправляйтесь за покупками. Ваш поход будет удачен. Телец. Вы будете слишком упрямым. Если все близкие имеют свой взгляд на проведение новогодней ночи, возможно, не следует идти наперекор мнению общественности. Близнецы. Вы с головой погрузитесь в предпраздничные хлопоты. Зайдете ли вы в магазин за подарками и угощениями? Приметесь ли украшать новогоднюю елку? Вас во всем ждет удача. Рак. Вам лучше всячески сдерживать себя, чтобы не потратиться на ряд совершенно ненужных покупок. Вы можете пропустить момент, когда следует остановить жажду приобретательства. Лев. Вернуть нормальный эмоциональный настрой вам поможет или поход по магазинам, посвященный выбору праздничных подарков, или разговор по душам с кем-то из близких. Дева. Вам необходимо спокойнее относиться к проблемам младшего поколения. Вы и сами когда-то совершали массу ошибок. Вспомните это и не требуйте от детей слишком многого. Весы. Вас переполняет счастье. Вы успели завершить все необходимые приготовления к Новому году и теперь можете со спокойной душой наслаждаться часами, оставшимися до праздника. Скорпион. Вы рискуете поддаться негативным эмоциям. Постарайтесь вовремя нейтрализовать ссору с кем-то из близких, иначе вы испортите новогоднее настроение и себе, и этому человеку. Стрелец. Перед вами не останется нерешенных проблем. Вы успешно завершите все дела на работе, а дома подготовитесь к Новому году так, как давно мечтали. Козирог. Предстоят коррективы в проекте «Новый год». Ваши планы на небольшой семейный банкет изменятся. Вероятно, что гостей в вашем доме будет значительно больше. Водолей. Ваше приподнятое настроение заметно оживит атмосферу вокруг вас. За шутками, бесконечными розыгрышами и прочей приятной суетой вы легко завершите все дела. Рыбы. День пройдет с переменным успехом. Много позитива вам доставят друзья и близкие. Но отсутствие взаимопонимания с начальством может подпортить настроение. А я напоминаю, что 9 января в детской школе искусств пройдет День благотворительности. Там вы сможете и сказки Евгения Клюева послушать, и спектакль Чиполина посмотреть. А главное – помочь больным детишкам побыстрее выздороветь. Приходите, ждут всех. А сейчас время маленькой предновогодней байки. Сегодня о том, как причудливо иногда переплетаются человеческие судьбы. Итак, в 1997 году Владимир Кшуманев поступил на факультет журналистики Университета Российской Академии Образования, деканом которого в ту пору был как раз Евгений Васильевич Клюев, автор сказок. Впрочем, историю лучше начать не с этого. В 95-96 году, в 95-м, наверное, появилась на Радио России программа «Страна гешпанистов». Она называлась. И там автор, значит, иронизировал по поводу современных текстов. Это очень обалденная программа. Мы нечаянно на нее нарвались с женой и все время слушали. Потом я поступил на журфак и жил в общаге на сессиях. Однажды захожу в общагу, сразу после лекции Клюева практически. Вот домой приехал в общагу, включая там и радио, и идет «Страна гешпанистов». Я так слушаю, е-мое, ну до чего голос на Клюевский похож, просто потрясающе. Прихожу на следующий день на занятия, там, значит, Татьяна Ивановна Матвеева была у нас, завкафедрой. Я говорю, Татьяна Ивановна, слушайте, вот слушал «Страну гешпанистов», знаете такую программу? Она говорит, да, да, Володенька, знаю, конечно. Вы знаете, автор вот настолько похож, вот голос, тембр, все манерный. Евгений Васильевич Клюев, он говорит, а вы что, не знаете, что это он ведет эту программу? Я говорю, о, нет, не знаю. Вот, то есть вот еще за два года до знакомства с Клюевым я вот слушал эту обалденную программу. Ну, вот подошел бы Евгений Васильевич, доказывается, я вас два года уже люблю. Вот так вот живешь-живешь и не знаешь, что тебя уже два года кто-то любит. Пустячок, а приятно. К слову о пустячках. Если судить об эфирном времени, рубрика «Слово детям» в программе «Доброе утро заречный» не слишком важна. А если подумать, ну откуда еще мы узнаем, что такое гирлянда? Вот, а узнать нужно позарез. Слово детям. Гирлянда – это новогодние игрушки для елки. Гирлянда – это такой проводок, на котором много-много-много маленьких фонариков, и они разными цветами горят. Гирлянда – это шары, это шарики. Их соединяешь на маленькой веревочке. Да не шарики, а лампочки. Их соединяешь на веревочке. Да. Контакты. Чтобы украшать елку. Это такие длинные украшения. Их надевают на елку, и елка становится очень красивая. Гирлянда – это такая проволока, на проволоке такие вот кружочки горят, когда на елочку надеваешь. Зачем ее туда вешают? Ну, чтобы елочка была красивая такая. На другой праздник можно повесить гирлянду из травы, из листочков. Можно вот такую с колечком, вот, как вы сделали. Да. Это конец, который светит яркими фонариками. Ага. Куда ее вешают? На елку так вот перевешают, чтобы она светилась елка. А зачем, чтобы она светилась? Можно выключить свет, чтобы был красивый свет. Гирлянда – это на елку вешать, и она так светится. Ага. А зачем ее на елку вешать? Чтобы было красиво. И ночью ее сжигают. А в каких случаях ее нужно вешать? Когда света нет. Ага. Когда электричество кончилось. А я не вешаю. А я вешаю. Потому что для меня это высоко. Гирлянда. А папа меня уже учит из провода в настоящую. А когда мы идем в микрофон говорить? А вы и так уже говорите микрофон. Да. Да. Ясно. По телевизору посмотрите на себя. А что там дальше? А это что такое? А это вот шнур. Включать и выключать вот этот штуковидо, да? И еще раз доброе утро, друзья мои. Вторник, 30 декабря. Последние часы 2014 года. Потому кто не успел, торопитесь. Докупайте зеленый горошек, довешивайте гирлянды, заворачивайте подарки. Хотя вот один русский химик, звали которого Сергей Лебедев, 30 декабря 1927 года разработал способ получения синтетического каучука. Кто куда, Лебедев работает. Наверное, все успел заранее. Ну, в любом случае, вам я желаю поменьше работы в последние денечки года и побольше времени на важные новогодние пустяки. С добрым утром! Субтитры создавал DimaTorzok